Привет, это Навальный. За последнее время вы увидели кучу смешных, уморительных новостей о том, как идет избирательная кампания в России. А у меня для вас есть картинка, как идет настоящая избирательная кампания, ну вот в реальной жизни. Что это за странная красная карточка, спросите меня вы. А это, друзья мои, таблица согласований моих предвыборных митингов, из которых, собственно говоря, мы видим, что не согласовывают больше митингов вообще. Каждую неделю наши штабы отправляют в разных городах примерно 200 заявок, чтобы получить все необходимые разрешения и безо всяких эксцессов провести нормальную человеческую встречу. И сначала мы эти разрешения получали, потому что Кремль, он был уверен, что на встречу никто не придет. А потом выяснилось, что на встречу со мной приходит больше людей, чем на любой митинг Единой России за все время существования этой партии. И поэтому нам для начала перестали давать согласование митингов в крупнейших городах, городах-миллионниках. Ну и в городах поменьше, на встречи приходило довольно много людей. И поэтому нам перестали давать согласование на митинги в городах с населением больше 500 тысяч. Но что делать, мы поехали по 300-тысячникам. И тоже вполне успешно. Ну и вот, убедившись в том, что в любом городе России у нас пугающе много сторонников, Кремль дал указание просто перестать давать разрешение вообще. Давайте снова взглянем на табличку. Все красное, а вот эти вот редкие вкрапления оранжевого, это ответы в духе, мы не против того, чтобы вы проводили митинг, но проводите его, пожалуйста, в понедельник. В 10 утра. Еще раз обращаю внимание, это абсолютно незаконно, потому что нельзя отказать в проведении митинга. Власть обязана предложить альтернативную площадку, но в нашем случае они отказывают и все. Иногда даже без объяснения причин. Иногда говорят, что все площади в городе заняты какими-то другими акциями. Ну вот смотрите, например, в Твери. Нам разрешение не дают, объясняя это тем, что состоится масштабная городская акция «Десант здоровья». Вот так выглядела эта акция. В Новокузнецке там ничего провести нельзя, потому что площади заняты огромной ярмаркой. А на практике огромная ярмарка выглядит вот так. И во всех городах одной тоже. И оцените в связи с этим лживость и лицемерность президента Путина, который только вот в понедельник публично говорил, что у нас все по закону. И это вот только эти оппозиционеры сами провоцируют конфликт, чтобы привлечь к себе внимание. К сожалению, некоторые группы протестующих или организаторы вот этих мероприятий, они специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание. У нас нет ни малейших сомнений в том, что все эти отказы – это приказ лично Владимира Путина, который просто испугался того, что у нашей компании есть поддержка в любом городе страны. И того, что мы уже сейчас создали региональную политическую структуру такой силы, что даже в условиях цензуры мы вполне можем конкурировать с ним на выборах. Поэтому мы подаем в суд на президента Путина и на его администрацию в связи с этими очевидно незаконными действиями. Да, да, конечно, мы знаем все про российские суды, уж мне-то про них не объясняйте. Но это вопрос принципа. Нам важно показать, что мы действуем по закону, а они нет. Продолжение следует...